Переводчик-синхронист в современном мире – профессия востребованная. В ней не только нужно владеть иностранным языком в совершенстве, но и необходимо иметь широкий кругозор, а также разбираться в технике и технологиях, следить за открытиями в научной сфере. Обо всем этом в рамках очередной встречи проекта «Профтренд» рассказал ребятам начальник лаборатории Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва Антон Бликов. Я им показал презентацию о том, каковы основные особенности профессии физика во ВНИЭФ и немножко рассказал им непосредственно о своей работе, чем я конкретно занимаюсь, но на английском языке. В качестве практики ребята попробовали перевести на русский язык научную работу Антона Бликова. Помогала девятиклассникам ведущий переводчик департамента коммуникации и международных связей ВНИЭФ Светлана Горелова. Такой формат беседы со школьниками организаторы выбрали не случайно. Мы немножко рассчитывали на шок, потому что любое погружение в иностранную реальность, в иноязычную реальность, даже если вы знаете язык, это все равно связано с культурным шоком и его надо уметь переносить. Поэтому расчет на этот шок, в общем-то, он был. И снимается он, и какая-то толерантность к этому шоку тоже приходит с практикой. Научная работа Антона Бликова пробудила у старшеклассников большой интерес и желание постигать азы профессии переводчика. После беседы с ученым некоторые ребята всерьез задумались о том, чтобы в будущем связать свою жизнь именно с этой специальностью. Особенно интересно послушать речь человека, который в идеале владеет английским языком, очень хорошо все рассказывает. Конечно, это очень интересно также переводить за ним, понимать все это, понимать, что ты знаешь все эти термины. Мы выбираем английский, кто-то из нас даже физику тоже выбирает, как, возможно, будущую работу. И нам это интересно, нам это полезно понять сейчас, нужно ли нам это, подходит ли нам это. Следующая встреча в рамках городского проекта «Профтренд» состоится 14 февраля во Дворце детского творчества. Школьникам расскажут о профессии фитнес-тренер. Начало в 16.00. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.